Дорогие друзья, мы говорим с вами на очень интересную тему. Я знаю, что каждый человек, он мечтает о том, чтобы в его кармане были финансы. Все мечтают о финансовой свободе. Но ведь в самом деле финансовая свобода – это такая свобода, от которой сложно отказаться. Никто не мечтает быть нищим, никто не мечтает быть тем, кто нуждается, никто не мечтает быть тем, кто просит деньги, просит деньги занять. Никто не мечтает прятаться от кредиторов, прятаться от взаимодавцев, прятаться от друзей, у которых вы заняли деньги. Нет, никто об этом не мечтает. Все мечтают быть теми, у кого есть деньги. Все мечтают о том, чтобы у них был избыток. Дорогие друзья, ведь в самом деле что-то может измениться сегодня в нашей жизни, если мы научимся правильно поступать с теми деньгами, которые у нас есть. И самый первый шаг, который нужно сделать человеку, это связать свои деньги с Господом. Потому что когда мы отрезаны от Бога, деньги уходят как сквозь пальцы. Вы знаете, что в этой жизни, сколько бы денег ни пришло, очень часто они уходят, и мы не замечаем даже, куда они пропали, на что они были потрачены. Мы садимся и начинаем писать список, куда были потрачены деньги. И этот список такой длинный, и мы видим, да, в самом деле они потрачены, но так жаль, что все эти нужды, они буквально, как живые существа, они съели эти финансы. Они их просто уничтожили. И ты думаешь, придут еще деньги, они еще съедят и еще уничтожат. Но что же делать? Как быть? Друзья, я знаю ответ. Финансы могут умножаться в твоих руках. Финансы могут расти в твоих руках. Ты можешь быть человеком, который прикасается к чему-то, и это расцветает. Прикасается к любому делу, и оно начинает расти. Ты можешь быть благословением сам по себе. Ты можешь быть благословением для жизни других людей и, конечно же, для своей семьи. Сегодня приходит особенное время, когда мы можем узнать, что нам делать. Итак, первый шаг. Свяжи свои деньги с Богом. Стань партнером. Есть вещи, которые нельзя никогда переступать. И самое первое – это десятина. Многие люди, знаете, вот заявляют, говорят, это было в Ветхом Завете. Нет, это не просто было в Ветхом Завете. Это было, говорят, в законе. Нет, это не было в законе, это было до закона. Авраам жил до закона, Исаак, Иаков, они жили до закона. И Авраам дал десятую часть Мелхиседеку. Хиседеку, Иаков, он отделил десятую часть, и Бог благословил его. Десятина, друзья, это не то, что давал просто закон. Нет. Десятина, она была и в Ветхом Завете, она и в Новом Завете. Она всегда, потому что это по духу. И когда ты обрезаешь свою десятину, 10%, ты обрезаешь как Божьи деньги. Вы знаете, что в этот момент что-то меняется в духовном мире? Духовный мир – это мир причин. Физический мир – это мир следствий. И вы можете узнать, что самые богатые люди планеты, они отрезают десятую часть. И это правда. Второе – это партнерство. Когда ты партнер с Богом, когда ты партнер в деле Божьем. Сегодня проповедуется Евангелие. Мы молимся за больных людей. Мы молимся за людей, которые находятся под проклятием, родовым, или наведенным, или приобретенным. Но проклятия ружатся. И сегодня кто-то, он оплачивает это. Вы знаете, наши финансы сегодня являются ответом для скорбящих людей. Наши деньги сегодня являются ответом для людей, которые связаны дьяволом. Наши финансы сегодня являются ответом для людей, которые сегодня находятся под гнетом болезни. Но когда мы жертвуем благодаря нашим деньгам, Слово Божье доходит до этих людей. Сила Божья доходит до этих людей, и люди освобождаются. И так, когда я партнер, и я жертвую. В этот момент, друзья, я становлюсь частью работы Божьей. И благодаря этим финансам кто-то был исцелен. Третьми словами, я посеял не просто деньги, я посеял исцеление. Я посеял не просто деньги, я посеял освобождение от бесов. Я посеял не просто деньги, я посеял разрушение всякого проклятия и свободу для человека. В этот момент кто-то стал здоровым благодаря тому, что я жертвовал. Я посеял здоровье, я посеял радость, я посеял победу. И в этом мире существует закон сеяния и жатвы. Когда вы придете на свой огород, если он у вас есть, если нет, то вы вспомните детство, вспомните огород своей бабушки. И там на огороде, там могли быть картошечка, там огурчики, там помидорчики. Но вы знаете, то, что посадили, то и было. Но не могло быть такого, что вы посадили картошку, а там выросли яблоки. Такого не бывает. И так и не должно быть. То же самое сегодня в нашей жизни. Когда мы берем свои финансы, мы неизбежно их стратим, а значит сеем. И когда ты отрезаешь десятину, десятина это серьезное семя. Когда ты отрезаешь партнерские, это серьезное семя. В этот момент то, что ты сеешь, оно вернется, оно обязательно вырастет, даст плоды и вернется в твою жизнь. Я всегда задаюсь вопросом, во-первых, что я сею? Сколько я сею? И куда я сею? Потому что это эти вопросы, они являются ключевыми для меня. Они определяют, что будет завтра в моей жизни. Потому что если я взял свои финансы, и я беру десятину, я беру серьезные жертвы, я беру серьезные жертвы, и я беру и сею их. И я сею туда, где действует Дух Святой, где исцеление, где победа, где новая жизнь. Кто-то мог умереть и должен был умереть, но он был исцелен сверхъестественной силой Божьей. И в этом участвовали мои финансы. То знаете что? Я пожну это в моей жизни. Там, где, возможно, я бы заболел и умер, или кто-то из моих близких, они останутся живы. Я останусь жив, потому что я сеял жизнь. Как же я могу пожать смерть? Если я вижу, как кто-то через мои финансы был освобожден от каких-то бесов, то там, где бесы могли атаковать мой дом, мою семью, меня, моих детей, вы знаете, все равно придет победа в мою жизнь. Потому что ведь я сеял победу, значит и пожну победу. В своей жизни я видел всегда, друзья, я сеял всегда. Я сеял всегда. И знаете, что я видел всегда? Результат. Нас может обмануть человек. Мы можем сеять в человека, знаете, вот просто по-человечески, да? Отдать кому-то деньги, давать, кормить. И мы видели, как мы кого-то благословляли, кормили, как мы кого-то поили. А потом он повернулся к нам спиной в самый сложный момент нашей жизни. И бросил нас. Потому что это человек. Человек может, знаешь, забыть за все, что ты делаешь. Мы могли кому-то благотворить, заботиться о ком-то, пригреть кого-то. Знаешь, как бы, вот много-много добра человеку делать, а потом от него взять и зло пожать. Потому что это человек. Но когда дело касается Бога, то вы должны знать, если ты Богу даешь финансы, если ты на его дело даешь финансы, если через вот эти финансы распространяется сегодня его слава по земле, и его сила, и его слово, то такого не будет, что ты ему дал от всего сердца своего. Ты отрезал 10 минут, и ты жертвовал. Возможно, ты жертвовал все. Возможно, ты продавал все и отдавал ему. Послушай, а потом он отвернулся от тебя в трудный момент и забыл о тебе. Бог не человек, он так не сделает никогда. Или ты это делал, а Бог взял и сделал тебе зло вместо добра. Нет, это люди так делают. Ты можешь человеку делать добро, он тебе сделает зло. Но Бог так никогда не сделает. Бог наоборот. Он всегда умножит все, что ты делал. Не просто в 30, 60, 100 крат. Друзья, я увидел в жизни другую вещь. Да, Библия говорит 30, 60 и 100 крат. Но вы знаете, есть свои 100 крат у Бога. Своя мера. И вот то, что я увидел, что Бог в тысячи крат восстает. В тысячи крат. Потому что потом, когда ты видишь, где ты бы погиб, где ты должен был быть осужден, где ты должен был быть потоплен, где ты должен был быть вообще отвергнут, где ты должен быть забыт, даже забыт Богом, послушай, Бог, Он повернулся к тебе лицом. Он протянул к тебе руку. Он подошел к тебе, Он обнял тебя. И Он сказал, вставай, идем дальше, все будет хорошо. Потому что Бог не человек. Поэтому сегодня, если вы еще не партнер, если вы еще не тот человек, который сегодня является финансовым служителем, сегодня Бог призывает каждого человека, который смотрит сейчас на меня, каждого, Он призывает быть финансовым служителем. Вы хотите процветать? Тогда примите это слово. Процветание принадлежит прежде всего финансовым служителям. Когда я финансовый служитель, когда я тот, кто служит Богу своими деньгами, то, конечно же, я буду процветающим человеком. Сегодня это слово, оно должно быть принято тобой. Принять слово, знаешь, в слове его жизни, его сила. В слове помазания. Поэтому сегодня пусть это слово будет помазано для тебя. Пусть это слово сегодня действует для тебя. Сегодня, если это тот момент, когда ты должен принять решение, то прими его сейчас. Быть партнером. Партнером быть – это великая честь и привилегия. Быть финансовым служителем – это великая награда уже в том, что ты финансовый служитель, в том, что ты партнер, в том, что ты можешь жертвовать для него. Когда Бог призывает людей вот так взять, отдать все, расточить, раздать. Написано за Иисуса – расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Вот так говорится – расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. То есть праведность его пребывает вовек. И я когда-то прочитал эти слова, и вдруг они мне открылись. Говорится – расточил, раздал нищим. Праведность его пребывает вовек. То есть праведность его выражается в том, что он расточил и раздал. Расточил и раздал. Когда мы взяли все, что у нас есть, и отдали Богу, в этот момент, оказывается, праведность наша выражается в этом. И говорится – праведность его пребывает вовек. Бог смотрит над нас, что мы делаем, как Он. Поэтому в первой церкви продавали все имения, и всякую собственность. Написано, что они делали все это. Почему? Потому что они подражали Иисусу, который расточил, раздал нищим, и правда его пребывает вовек. И вот эта праведность, она как будто... Знаете, это что-то особенное. Что такое праведность? Это правильное положение перед Богом. И вот оказывается, что человек попадает в такое положение перед Богом, что это настолько вменяется ему праведность, что сам Бог, Он называет его праведным и благословляет его. И Он говорит, кто бы не оставил. И там, говорится, отца, мать, жену, детей. И там дальше, говорится, и дома, и земли, и ради меня, и Евангелие. И не получил бы ныне, говорит, во время сия. Добавляется, во время гонений, говорится. Вас сто крат более. Отцов, матерей, братьев, сестер, домов, земель. Говорит, и жизни вечной. Сегодня мне хочется каждому сказать, мой друг, сегодня твое время стать человеком, который жертвует с верой. Который сегодня свои финансы связывает с Богом. Который сегодня верен, предан Богу в своих финансах, в десятине, в своих партнерских. Поднимай сегодня свою планку, если ты партнер. Возможно, пришло твое время подражать сегодня Иисусу, подражать первой церкви, подражать сегодня тем, которые удостоились этой чести. И Бог дал им эту благодать. И эта благодать в том, что они смогли это сделать. Расточили, раздали. И знаешь, что произошло? Они принесли те жертвы, которые коснулись Бога. Я благословляю сегодня вас. И если вы еще не партнер, то ваше время пришло прямо сейчас. И если вы еще не финансовый служитель, вы еще не осознаете этого, то я хочу вам сказать, вы сами сейчас назовите себя финансовым служителем. Исповедуйте это. В духовный мир исповедуйте это. Пусть это войдет в ваше же сердце. Пусть ваши уста сейчас свидетельствуют перед всем миром, что вы финансовый служитель. И я верю, что финансовый служитель это человек, на котором всегда будет процветание. Пусть благословение Божие придет на вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok